Здравствуйте! Меня зовут Марина Романюк и вместе с моими коллегами я расскажу вам о том, как прошла неделя в городе. Смотрите в выпуске. Новости по ковиду. Система QR-кодов в регионе. Новый год не за горами. Снег уже выпал, а городские службы приступили к уборке. Память жертв дорожно-транспортных происшествий. Почтили сотрудники госавтоинспекции. Дату традиционно отмечают в ноябре. В России зарегистрирован новый рекорд смерти от коронавируса. В нашем регионе ситуация также остается сложной. В области за сутки скончался 21 человек. Выявлено 260 случаев новых заражений. Исходя из складывающейся ситуации, правительство России внесло в Государственную Думу два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый законопроект вносит поправки в федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В соответствии с ним граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или медицинского отвода от вакцинации. Отмечается, что до 1 февраля следующего года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организации, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. В свою очередь депутат Государственной думы от Рязанской области Дмитрий Кубезов в своих соцсетях прокомментировал отношение к вакцинации и введению QR-кодов. По его словам, сам он давно прошел вакцинацию, работал в красной зоне, поэтому опирается в суждениях, в том числе на полученный во время пандемии опыт. Цитата. «Я поддерживал и буду поддерживать меры, которые сохранят ваши жизни. Летайте, путешествуйте, посещайте, встречайтесь, но только пусть это будет безопасно». Конец цитаты. Сотрудники дирекции благоустройства города утром 19 ноября приступили к уборке снега в Рязани. О работах отчиталась городская администрация. Рабочие приступили к очистке пешеходных зон, тротуаров и лестниц. На остановке завезли пескосоляную смесь, чтобы по необходимости обработать их от наледи. Бригады мехуборки очищают от снега проезжую часть. Работы проводились на улицах Ленина и Радищева. На дежурстве находятся 20 специализированных автомобилей. Состояние перекрестков мониторят с помощью видеокамер, чтобы по необходимости приступить к ликвидации последствий осадков. Ночью было использовано 325 кубических метров пескосоляной смеси и 38 тонн реагента для обработки проезжей части. Работы проводились во всех районах города. Между тем, в субботу в Центральной России обещают рекордный снегопад. Синоптики прогнозируют резкое падение атмосферного давления. Многие люди плохо чувствуют себя при таких переменах. С обращением к водителям выступила региональная госинспекция. В ближайшее время погода может ухудшиться, так что полицейские просят не только соблюдать правила дорожного движения, но и внимательно отнестись к своему здоровью. Нужно избегать резких маневров, соблюдать интервал и дистанцию между машинами, не превышать скорость. В непогоду советуют обязательно использовать противотуманные фары, а при тумане или сильном снегопаде необходимо максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. Каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Этот день задуман как мероприятие, дающее возможность почтить память жертв ДТП и выразить соболезнования их родным и близким. В Рязани мероприятие прошло 19 ноября. Вячеслав 14 лет, Тимур 17 лет, Константин 9 лет. Сегодня в сквере Полонского появились 7 стульев, на каждом из которых свеча и имя. Это имена 7 подростков, которые погибли в авариях в Рязанской области. Всего же в этом году ДТП унесли жизни 144 людей и еще больше полутора тысяч получили травмы различной степени тяжести. И мы с вами сегодня почтим память тех, которые, к сожалению, уже не смогут не радовать своих родителей успехами, те, которые уже не смогут сесть за руль, те, которые не смогут уже родить, воспитывать и просто жить. Но самое важное, вот после проведения этого мероприятия, каждый из нас должен запомнить, будьте внимательны на дорогах, в том числе не только за рулем, но и как пешеход. По данным госавтоинспекции, количество ДТП в общероссийской статистике идет на спад. Однако до нуля еще явно далековато. 110 тысяч ДТП, 12 тысяч человек погибших – вот абсолютные цифры этого года. В такие дни, конечно же, мы вспоминаем всех погибших в ДТП, но в первую очередь обращаемся ко всем здравствующим и живым, что соблюдение элементарных требований правил дорожного движения помогает сохранить свою жизнь и свое здоровье. Иногда напомнить своему ближнему о соблюдении правил дорожного движения и, конечно же, быть законопослушным пешеходом и водителем помогает действительно сберечь свою жизнь. На плацу студенты и руководители Рязанского политеха и ученики седьмой школы. У каждого в руках по белому шарику. В память о каждой жертве аварии. В Рязани это 144 человека. И в память о этих ребятах, да, и о тех 144 человеках, которые, к сожалению, тоже уже погибли в этом году в Рязанской области, мы с вами зажгли свечи и пустим наши шары, выпускаем. В 16.00 на дорогах всей страны прошел флешмоб, в котором приняли участие все желающие. Водители останавливались и включали сигнал аварийной остановки на одну минуту, как символическая минута молчания в память о жертвах, чьей-то невнимательности или качества. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жители деревни Дмитриевка Рязанского района уже третью неделю вынуждены покупать чистую воду. Из крановых домах течет желтая жидкость, мало похожая на водопроводную. При этом районный водоканал просто не обращает на жалобы никакого внимания. Валерий Седов все выяснил на месте. Вот такой водой мы пользуемся в данный момент. Но ей нельзя пользоваться, поэтому кто как может выживает. И сколько нам еще терпеть, неизвестно. Воду в трехлитровую банку набрали не из ближайшего пруда или лужи, как может показаться на первый взгляд. Это водопроводная питьевая, говорят жители деревни Дмитриевка. Течет такая в каждом доме еще с марта, вспоминают местные. Естественным цвет этой жидкости назвать нельзя. Да и лабораторные анализы. Качественной воду тоже не назвали. Если по нормам вода, содержание железа у нас должно быть 0,3 миллиграмма на кубический дециметр, а у нас 16,8. В 56 раз норма превышает содержание железа. Официальный тариф за такую воду 30 рублей за кубометр. Добавляем расходы на фильтры, которые забиваются уже через два часа после установки. Сумма в итоге немаленькая, но деньги, похоже, уходят в трубу. Местные жители даже знают в какую. Самая магистральная труба, она порвана. А насос глубинный, он качает со скважины, качает насос, гонит воду по трубе и через эту же дыру размывает грязь, песок и гонит ее в трубу. И вся она пошла к нам. Александр Найденов староста деревни. Из-за вот этой мутной субстанции у него сломались уже три насосных станции. Цена каждой 10-12 тысяч рублей. И это еще недорогие. Вот от такой воды ужасной, вся новая шторка, просто вся ржавая стала. По обочине идет вальня, вот это вот все, все ржавое. Вот вода, даже это я с хлоркой все отмывала, ничего уже не отмывается. С такой проблемой жители Дмитриевки уже обращались к руководству водоканала Рязанского района, мастерам участка. Те обещали приехать и посмотреть. В принципе, говорят местные жители, слово свое сдержали. Просто приехали и посмотрели. Проблему не решили. Мы боимся еще у нас котлы у всех. И там фильтра все уже, если вот такие вот фильтра идут водинистые, то в котле там уже, наверное, большой толстый слой этой глины. И нам придется либо мерзнуть зимой, вызывать газовщиков, либо не знаю, как дальше быть. Местные намерены обратиться с заявлением в региональный Роспотребнадзор и прокуратуру. Говорят, сил терпеть больше нет. Руководитель Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей человек Олег Попов подтверждает, шаг этот правильный. Применение закона защиты прав потребителей дает какие плюсы? Во-первых, они не платят госпошлину при подаче иска в суд. Неважно, где будет зарегистрирована данная организация, поставляющая некачественную воду, вы имеете право, уважаемые телезрители, обращаться в суд по месту вашего жительства. При этом доказывать факт того, что вам причинили нравственные страдания, не стоит. У вас есть на руках заключение, подтверждая, что вода не отвечает требованиям качества и безопасности. Но каковы размеры компенсации морального вреда? Здесь по-разному подходят судьи. Это могут быть и 3, и 5, и 30 тысяч компенсаций каждому члену семьи. По номерам, которые оставили местные жители, нам удалось дозвониться до начальника производственного участка. Он заверил, что проблему решат в ближайшее время. Должна поменять сейчас вода на хорошую. У нас просто там клапан чуть один подгнил и поломутил в этой башне воду. Когда поменяется? Вот сейчас сделали там. То есть вот буквально сегодня уже у жителей будет хорошая вода? Ну я думаю, завтра, да, сейчас она чуть промоет систему. Евгений заверил, что с новым клапаном подобная ситуация не повторится. Но сомнения у людей остаются. Все-таки ржавчина течет у них уже в восьмой месяц. Да и сама водонапорная башня в Дмитриевке уже вся в заплатках. Из металла, который приносят местные жители. Остается только верить в прочность этих заплаток. И стального терпения жителей Дмитриевки. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Поселок Строитель часто выглядит в сводках новостей, как неблагополучный район нашего города. Местным жителям приходится годами сражаться за свои права, пока не обрушится крыша жилого дома или не загорится. В этот раз ситуация развернулась как раз в гаражном кооперативе «Лесок». Там на днях загорелся мусор. В результате пожар повредил собственность многодетной семьи. Анна Герцовская продолжит. Евгения Степанцева, мама троих детей. Четыре года назад в поселке Строитель семья купила гараж в кооперативе «Лесок». С тех пор Евгения пытается решить проблему, связанную с мусорным контейнером, который перемещается по территории кооператива в свободном режиме. Никто не контролирует вывоз этого мусора. Просто его привезли, бросили контейнер. Где тут бросили его, никто не смотрит. То есть он стоял и посередке вот здесь, он стоял и там, он стоял. Ну осталось только на крышу закинуть. По словам собственников гаражей, мусорный контейнер не имеет своей четко отведенной и оборудованной площадки. По нормам СанПина, обязательное условие для контейнеров – наличие крышки или навеса над ним. А дистанция от места хранения мусора до зданий должна составлять от 20 до 100 метров. Здесь же контейнер стоит впритык к гаражу многодетной семьи. Именно около него складируется избыток мусора, который зачастую не влезает в контейнер. В результате вокруг бегают крысы, разведена полная антисанитария. Эти фото были сделаны недавно, и председатель гаражного кооператива объясняет плавающий график вывоза мусора сложностью подачи заявок на уборку отходов. Его вывозят, но его вывозят не своевременно, когда уже тут все вокруг навалено. То есть если его вывозят, собрать все вокруг, и опять контейнер полный. Жалуется он, говорит, что это все очень дорого вывозить, что вот я даю заявки, что в Экопронск, вот они так долго вывозят. Вот так вот работает у нас Экопронск, сказали. Такая захламленность возле бака неоднократно приводила к пожарам. Мусор кто-то поджигает намеренно. Отходы горят как в самом баке, так и вокруг него. От очередного пожара на днях пострадал гараж Евгении. Муж приезжает с детьми сюда, говорит, тут горит контейнер, то есть он уже догорает. Я звоню председателю, дозвониться до него не могу. Звоню казначею, казначею, говорит, а я вам что могу сделать? Вот я здесь вообще не живу. То есть вызываю, а у вас огнетушитель есть, вы потушите. Я говорю, я с двумя детьми тут, с одним маленьким, должна бегать вокруг этого контейнера. Все-таки дозвонились мы до председателя. Он сказал, я бегал, его тушил. В результате гараж поврежден. Обгорела и треснула кирпичная кладка. Оплавился электрический кабель, начала протекать крыша. На вопросы о том, кто будет возмещать причиненный собственникам ущерб, председатель гаражного кооператива Александр Ермихин ответить не может. То, что обгорел гараж, вы видели? Да, видел. И? Что? Я его поджигал. Ну а кто, я его поджигала? Я вас просила отодвинуть контейнер на безопасное расстояние. Отодвинули его уже, его уже два раза вывозили. Вы видели сейчас, что он опять стоит вплотную? Завтра его вывезут. А вот кабель у нас обгорел, крыша обгорела. Кабель поменяем, это не проблема. А крышу? Крышу, я смотрел вашу крышу, там она подняла битву поднял. Может, там не вплотную был. Я не знаю, кто поджег. Я этот вопрос сейчас выясняю. После недавнего пожара Евгения обратилась в полицию, пока новостей оттуда не поступало. Однако юристы говорят о том, что именно органы правопорядка должны установить виновного и в ходе гражданского процесса взыскать с него денежные средства на возмещение причиненного ущерба. Но вы же говорили, что вы сделаете площадку в сентябре. Что вот сейчас дача закончится, вы все сделаете. Вы говорите мне сейчас одно. В сентябре я не мог набрать народу. Все подачи в огородах, обладают пастушку. Положение ситуации нехорошее. Вы что думаете, просто так, что ли? Вы знаете, найди там человек пять, для того, что вы сделаете. Вот вчера нашел, в Петербурге пришли, убрали весь мусор. Вы не представляете, он сейчас... Я не представляю, я представляю. Я здесь уже на протяжении двух лет убираю этот мусор, собираю этот в этот контейнер. Я все это прекрасно представляю. Поэтому я вам говорю, я вам предлагаю контейнер убрать вообще оттуда. Наверх его поставить. Ну вот и весь. Он был забором. Ранее от блуждающего контейнера уже избавились одни из соседей Евгении по кооперативу. Они вкопали засохшее дерево возле своей постройки, и на этом месте мусорка уже не появляется. Теперь же председатель гаражного кооператива Александр Ермихин предлагает поставить уже два контейнера рядом, в непосредственной близости от других гаражей, но на приличном расстоянии от своей собственной двухэтажной постройки. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Потоп на улице Зубковой собрал целую коммунальную комиссию. Но кто конкретно должен отвечать за прорыв трубы и устранять аварию, решали больше трех дней. Приезд нашей съемочной группы в том числе подтолкнул собравшихся к принятию решения. Помыть руки Алексей Зюзин теперь может прямо не выходя из подвала собственного помещения. Да и в бассейн, говорит, ходить уже точно не надо. Вода здесь повсюду. У нас произошел потоп. Прорвало трубу диаметром 89 мм, которая питает холодной водой девятиэтажку. Зубковой 20, корпус 6. Вызвали аварийку. Аварийка перекрыла воду. Вода перекрывается только так, чтобы в девятиэтажках корпус 4 и 5. Поэтому воды нет ни там, ни тут. По словам Алексея, это уже не первый прорыв трубы и происходят они с периодичностью в полгода. Все свои жалобы и обращения в управляющую компанию собственник называет войной за справедливость. Потому что это личное. Дело в том, что в подвале располагается мастерская подделок из дерева. И потоп повредил большое количество изделий. К моменту приезда нашей съемочной группы холодная вода в трех домах, а труба у них общая, не было уже сутки. Только кипяток. Я говорю, а как быть-то? Потому что воды-то нет. Не только, во-первых, нас затопило всех. А во-вторых, воды нет. В третьем девятиэтажных домах. В одном 108 квартир, в другом примерно столько же. Да и в третьем, это уже мало семейки. Ладно, собрали совещание на два часа. Представители двух управляющих компаний, горожанин жилсервис. Я решил позвонить на телевидение. Позвонил вам на телевидение. Они услышали это, сели по машинам и все разъехались. Сегодня утром, спустя двое суток после потопа, трубы все-таки отремонтировали. Обязательство взял на себя водоканал. Сейчас Алексею Зюзину осталось только убрать воду и привести подвал в порядок. А затем снова писать жалобы и вести свою персональную войну за справедливость. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На территории Кораблинского района рязанские поисковики произвели эксгумацию останков летчиков, сражавшихся за Москву. До этого захоронение считалось могилой неизвестных солдат. Но совсем недавно появилась информация о том, что найден предполагаемый родственник одного из членов экипажа. Герман Гущин продолжит. В Кораблинском районе на территории городского кладбища есть безымянная могила летчиков. История такова. 29 ноября 1941 года в ходе героического воздушного боя за Москву советский самолет был подбит и потерпел крушение в Рязанской области под деревней Новоселово. Все летчики погибли. Их тела нашли и захоронили в братской безымянной могиле. Совсем недавно появилась информация о том, что нашли предполагаемого родственника одного из членов экипажа. Если анализ ДНК подтвердит родство, то личность и звание летчика восстановят. А вместе с ним и личности других членов экипажа. Мы договорились со Следственным комитетом о том, чтобы была проведена ДНК-экспертиза костных останков. Если мы узнаем фамилию одного члена экипажа, то, соответственно, мы узнаем, кто отправился в тот роковой полет вместе с ним. И в результате безымянная могила обретет имена. Кораблинский район обретет своих героев, тех людей, которые сражались в небе над Кораблинским районом и отдали свои жизни. В поисковый отряд, стараниями которого происходят подобные операции, входят люди разных профессий. И работают они на добровольных началах. Курируют деятельность поисковиков и оказывают поддержку Министерства обороны Российской Федерации. Все поисковые отряды вообще, они все добровольческие. То есть нельзя там по принуждению как-то взять и заставить людей заниматься вопросами и уковечивания памяти. Поисковые отряды, зарегистрированные в Министерстве обороны, получают делегируемые полномочия на осуществление в регионах эту деятельность. Потому что представители Министерства обороны военкомата не всегда всеобъемлюще можно подойти к этим вопросам. А у добровольцев могут на себя взять часть ответственности. И именно такие добровольцы, учителя, врачи, военные офицеры, курсанты, студенты, школьники приходят в поисковые отряды. Останки летчиков, извлеченные в процессе эксгумации, отправят в лабораторию судебно-медицинской экспертизы. Где специалисты проведут ДНК-исследование предполагаемого родственника. Если ДНК совпадут, то на новом мемориале появятся имена героев, которые сражались в небе над Кораблинским районом. Герман Гущин. Телекомпания «Город» при содействии телеканала ТВ Кораблино. В Рязани открылась выставка репродукции работ русского художника, графика XIX века, нашего земляка Петра Баклевского. Мероприятие приурочено к 205-летию со дня его рождения. На открытии выставки побывал Герман Гущин. Наш земляк, известный книжный иллюстратор Петр Баклевский, родился в небольшом селе Елшино, Пронского уезда Рязанской губернии. Со студенческой скамьи Баклевский был противником существующей системы крепостного права. Из-за своих взглядов так и не закончил университет и не получил звания кандидат права. Но борьбу против системы не прекратил, даже больше, воплотил ее в творчестве. И выставка репродукции в Рязанской областной библиотеке яркое тому подтверждение. К 205-летию со дня рождения Петра Михайловича Баклевского, нашего земляка, художника-иллюстратора 19 века, открылась выставка репродукций, электронных копий, подлинных произведений, которые хранятся в разных музеях нашей страны. Ну, прежде всего, это музей Рязанской области, это автопортрет, как копия неизвестного художника, выполнен из-за автопортрета Баклевского, который находится в Кремле Рязанском. Уже в 50-е годы 19 века сам Петр Михайлович знакомится с блестящими литераторами Москвы и Петербурга. И путь его с тех пор предопределен. Он посвящает жизнь книжной иллюстрации. Настоящую известность Петру Баклевскому принесли наброски к ревизору и мертвым душам Николая Гоголя. А еще именно Баклевский был автором рисунков для скульптурной композиции коней на Анечковом мосту в Санкт-Петербурге. Главные фонды, где хранится произведение Баклевского, это Государственный исторический музей в Москве, Государственный литературный музей и Государственный театральный музей. К сожалению, именно там, в этих трех крупнейших московских музеях, сосредоточено основное подлинное творчество Баклевского. Но поскольку рисунки на бумаге, выполненные акварельными или пастельными красками, очень хрупкие для истории, мы не можем достаточно часто видеть эти произведения. Просто даже дневный свет мешает этому. Поэтому лишь изредка на каких-то больших крупных юбилейных выставках произведения Баклевского покидают стены своих хранилищ и экспонируются для зрителей. В нашем городе было всего две крупных выставки. К 175-летию и к 200-летию в 2016 году. Графическое воплощение галереи гоголевских образов по сей день остается самым узнаваемым из всех возможных попыток изобразить героев гениального писателя. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова